Привет, дорогие друзья! Это медитативное путешествие в Дагестан. Перед нами сейчас центральная мечеть Махачкалы. Как вы знаете, Дагестан — мусульманская республика. Давайте проедемся по серпантину, по горным дорогам. Если вы посмотрите чуть левее, вы увидите естественные пещеры в скалах, которые образовались из-за водных потоков, из-за природных условий. А сейчас мы въезжаем в тоннель для автомобилей, который прорублен прямо в горе. В арку, которая построена в честь Кавказской войны. Сейчас мы въезжаем в самый длинный тоннель, который тянется на четыре километра. Какие еще виды нас ждут на горных дорогах? Вид на прекрасное водохранилище с лазурной водой. Также мы можем встретить коров, которые гуляют даже без пастуха, представляете? Которые забираются на высокие горы. Еще мы встретим с вами стадо овец, которые пасутся даже зимой. И вот такую прелесть — это ослы, они невероятно милые. Если очень хорошо попросить водителя, он остановит, и вы можете его погладить. Привет, красавчик. Ты такой красивый. Ау, я тебе ничего не даю. Я хотела тебя погладить. Вот мы очень хорошо попросили водителя, и он сам решил угостить ослов печеньем. Конечно, печеньем нельзя, но мы чуть-чуть. Давайте посмотрим на ослика при свете. Вообще они не очень любят, когда их кладят, но зато любят, когда их чешут. А вообще им лишь бы покушать по-честному. Передвигались мы вообще на вот таких джипах. Хотя я ехала вот на таком семиместном вэне. Пора отправляться на пешие прогулки в скалах. Что скажете? В известных туристических местах иногда проложены специальные мостики или дорожки для туристов. Мы могли гулять как по низу, где снимает наш оператор, так и поверху на этих деревянных подвесных мостиках. Виды волшебные. Смотрите, какое природное чудо мы обнаружили наверху. Это снег. Послушайте, как он звучит. Мы двигались вперед прямо к этому месту. Великолепная фотолокация и природная локация, где скалы находят друг на друга, соприкасаются друг с другом. А камни и валуны свисают прямо над нашими головами. Вы только посмотрите. И еще я обратила внимание на лунки в скалах. Не знаю, откуда они, но мне было интересно услышать, как звучит камень. Ну что, время обеда. Мы приехали в локацию, точно в гости к кому-то. На самом деле Дагестан очень гостеприимен. Я решила показать вам блюдо, которое меня впечатлило. Это абрикосовая каша с урбичом. Урбич — это ореховая паста. А мы не сидим на месте, продолжаем двигаться дальше, глядя на этот великолепный гористый пейзаж. Двигаемся мы к разрушенному аулу. На самом деле от этого места остались только камни, но мы шли не ради него, а шли ради великолепных видов, которые открываются нам дальше. Посмотрите на горы. Некоторые верхушки покрыты снегом. Сами горы и разрушенный город — все залито солнцем. Среди этих скал пролетают орлы, свободные птицы. Завораживающее зрелище. Люди бесстрашно фотографируются на краю отвесных скал. У меня потели ладошки, когда я на это смотрела. Но, несмотря на это, и я осмелилась выйти. Было страшно, честно признаюсь. Дагестан меня поразил разнообразием флоры и фауны. По правую сторону в горах растут березы. И пахло осенью, как будто была изменяемость климатических зон. Вау! Четыре километра по горам. Вообще, и вон я первая иду. Ну, красиво. На тачке я не поехала, потому что слишком красиво и солнечно, чтобы выбирать тачку вместо пробежки. Ну, проходки, по факту. Четыре километра вверх ради аула Гамсутль. Он тоже залит солнцем. Смотрите, отдыхает чья-то собака. Мы так и не выяснили, есть ли у нее хозяин. Давайте чуть-чуть прогуляемся по этому аулу, потому что мне есть, что вам рассказать. Правее находится здание тюрьмы. И сейчас мы с вами заглянем в окошко этой тюрьмы, посмотрим, как там жили бывшие заключенные. Так. Мы видим какой-то свод арки, разделение в виде стены. Интересно. О, а это хижина самого последнего обитателя аула. Он умер, вы представляете, только в 2015 году, совсем недавно. Тут осталось еще очень много его вещей. Вы видели висящий портфель на стене. Несколько комнат. Давайте заглянем в окошко второй комнаты, посмотрим, что там находится. Ага, какая-то прорубка в стене. Полуразрушенные стены, двери. Балки, торчащие сверху. Слева какой-то шкафчик. Ммм, пройдем посмотрим дальше. Стена залеплена глиной. Теплоизоляция. Неплохо. По пути мы встретили еще несколько вещей. Рубашку, бывшую кровать. Посмотрим поближе, что же там находится в этой комнате. Несколько ящиков. Так, что внутри этого? Хмм, я даже не знаю, на что это похоже. Какие-то куртки, скамейки и обувь. Ого! А сейчас я покажу вам самый красивый вид на город. Посмотрите, он как на ладони. По-прежнему залитый солнцем. Из солнца во тьму. Мы двигаемся к новой локации, к подземному водопаду. Но, честно говоря, скалы меня впечатлили больше. Поэтому давайте насладимся прогулкой между этими прекрасными природными творениями. А вот и сам водопад. Говорят, летом впечатляет гораздо больше. Но чтобы к нему пройти, нам пришлось преодолеть некоторые препятствия. Например, держась за трос по скользким скалам, двигаясь вперед. О, ну что ж, давайте посмотрим, где жил известный поэт Расул Гамзатов. Это место наполнено гармонией и спокойствием. Замерзшие водопады, сверху мечеть. Где-то вдалеке есть еще одно поселение. И вот мы уже прогуливаемся под замерзшим зимним водопадом. Как будто оказались в замке Снежной Королевы, честное слово. Для следующей локации, которая называется Каменная Чаша, нам тоже пришлось преодолеть некоторые препятствия и пройти вот по таким довольно-таки сложным тропам. Нужно быть очень внимательным, когда по ним идешь. Мне очень нравилось заглядывать в всякие темные пещерки, потому что никогда не знаешь, что там дальше. Вот эта пещера вообще оказалась проходом. Это местечко, Каменная Чаша, тоже природное. Представляете, скалы, горы просто разошлись, сделав такую, ну действительно, чашу с некоторыми лабиринтами, тупиками, маленькими пещерами и ходами. Когда здесь гуляют люди, очень многие кричат или поют. Мне повезло услышать один отрывок. И сейчас вам тоже повезет вместе со мной. Впечатляет, не правда ли? А мы с вами двигаемся вдоль крепости наверх посмотреть на красоту. Итак, мы находимся выше облаков. На самом деле это, ну, скорее туман. И я назвала это динамичным пейзажем, потому что сначала было не видно ничего, а потом нам открылся вид на эту симпатичную, милую реку вдалеке. А это я выбегаю из туннеля, который прорубили специально для Александра Второго, который приезжал в Дагестан по делишкам. Давайте двигаться дальше. И мы с вами уже видели эту бирюзовую водицу. На самом деле это водохранилище, рядом с которым, ну, есть, так скажем, фотолокации, в том числе качели. Сейчас мы увидим с вами одно из самых известных мест в Дагестане. Это Сулакский каньон, который, между прочим, на 64 или 63 метра глубже, чем всем известный каньон в США, Гранд Каньон. И последняя удивительнейшая локация, которая говорит нам о многообразии климатических и природных зон Дагестана, это Бархан. Это такая небольшая пустыня, которая образовалась там сама по себе, самой природой. И, конечно же, давайте дотронемся от этого мягкого песка. Друзья, если вам понравилось мое путешествие, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Люблю. Субтитры сделал DimaTorzok